Возможно, вам понадобится рассылка на электронные адреса. Если у вас такая база есть данных, то вы можете воспользоваться вот таким прекрасным сервисом рассылок SendPulse. Вводите прямо в любом поисковике это слово SendPulse. Вот она, ссылочка. Переходите по ней. Открывается. Тут все ресурсы. И вот предлагают вам попробовать бесплатно. Причем бесплатности у них большие. До 50 тысяч писем они могут рассылать бесплатно. Войти можно через Google, что я, кстати, всегда и во всех ресурсах делаю. Но в данном случае у меня свой аккаунт с паролями и с логинами. Я войду в него. Вот вошла. И что вам прежде всего нужно сделать? Открыть вот эту вот вкладочку. Адресные книги. Куда вы, собственно, будете отправлять письма. Новая вкладка. Как-то называйте ее. У меня, допустим, это у меня библиотечный сервис, куда я вместила все электронные адреса наших читателей. И вот эти все, где есть получатели, вот это количество сайтов к нам зашло, 11 человек, немного. Это те, кто дали разрешение на рассылку при регистрации. Все есть у нас, да? Вы можете... Сейчас покажу. Адресная книга. Ну, например, 1. Я потом ее удалю. Ввести вручную. Вот в этом поле скопировать, сколько у вас там адресов есть. И на каждую строчку по одному адресу все адреса вставить списком. А можно импортировать целые. Можно загрузить файл, если у вас экселевский файл есть. И там внесены все эти адреса. Можете его загрузить. Они автоматически сюда загрузятся. Назначить теги можно. В данном случае у меня читатели. А вы обзывайте, какая группа у вас. Или это общая группа. Тогда можете не называть. И вот тут ставьте проверить загружаемые адреса. Потому что могут быть неактивные адреса. Или кто-то изменил свой адрес. Или кто-то дал ложный адрес. Они все отсеются. Дальше переходим или в шаблон. Или создать рассылку. Ваши действия. Здесь вы вводите эту базу. У меня их две. Вот я читателей. И подписчиков сайта внесла. Окей. Сегментировать список не нужно. В данном случае у меня не так много адресов. Здесь я пишу адрес отправителя. Это почтовый ящик нашего сайта. Библиотечного. И имя отправителя. И тема сообщения. Но если я перейду далее. То у меня будет. Ну допустим там тема. Книги. Или обзор книг. Кликаю далее. И здесь предлагают вам выбрать шаблоны. Можно конструктор выбрать шаблонов. Вообще сервис потрясающий. Целые лендинги здесь можно создавать. Есть готовые шаблоны. Это вот шаблоны моих рассылок. Которые я делала. По шаблонам предоставленным этим сервисом. Например, готовые шаблоны. Кликаете. И в зависимости от вашей тематики смотрите, какие здесь вам подойдут рассылочки. Это если вы хотите, чтобы письмо выглядело красиво. А можно, собственно, не мудрствуя лукаво, отправлять обыкновенные. Да, кстати, вот тут вот по темам можно выбрать. Вот там, например, образование. Сейчас подгрузится. Из шаблонов понятно. Как выбрать, да? Теперь идем в конструктор шаблонов. Можно вот такое вот базовое, без затей. Можно как магазин отправить. Три колонки. Новостные какие-то письма. И просто текст. Это обычный без всего. Я беру обычно базовый. Но поскольку я уже создавала, то я возьму тот, что я уже создавала. И просто заменю на новые картинки, на новые. Ну, чтобы меня не подгружать, каждый раз там логотип нужно вносить. Хотя можно. Давайте. Одно покажу вам. Берем базовый, да? Выбрать сюда картинку. Или перетащить. Что значит перетащить? Берете папочку свою, открываете из панели задач. Ну, предварительно вы должны подготовить, конечно же, какой-то логотип. Вот он, например, да? Библиотека. Вот такой нам годится. Мы ее цепляем и вот сюда перетаскиваем. Вот окошечко. Тынь. Все. Здесь мы меняем. Вот сюда он мне заменить. Это будет лого. Лого у нас точно таким же образом можете из папки закинуть сюда. Лого у нас вот такое. Это размер маленький. Смотрите, какой. 500 на 500 где-то вот так пикселей. Открылась. Подгрузилась. Нет. Ну, хорошо. Давайте, как тогда они предлагают. А, вот сюда надо перетащить. Загрузить файл. И вот сюда подтаскиваем. Один мегабайт. Ничего себе. Это у меня такое тяжелое. Тяжелое. Нет, почему? Ой, 135 гигабайт. Это очень маленькие. Вот так. Дальше. Вернуться к списку. Здесь нам ничего пока не нужно. Закрываем. Можно уменьшить это окошечко. Добавить ссылку можете, например, на наш сайт. Библ20.ру. Я сейчас добавлю сюда, чтобы люди могли прям сразу же войти. Если они захотят так. Иногда так хочется людям. Или кому-то так удобнее. Или кто-то так привык. Да, ширина картинки вот где меняется. Вот так вот берете вот этот ползунок и сужаете. Достаточно? Достаточно. Рамочки не будет видно. Эту картинку тоже можно сузить. Она тут... Вот так на размер листа сузили. Выравнивание у нас давайте по центру поставим. Еще разочек. Вот так. И идем уже в поле текста. Заголовок у нас такой. Планета в твоих руках. Обзор книги я сначала напишу. Ну, давайте я прям сразу вставлю. Заголовок у нас вот такой будет. Обзор книги. Понятно, что тут выпадает вот такая панелька. Почему я говорю, что нужно вордовскую всю панель изучить? Потому что во всех программах одно и то же используется. Вот, например, эти слова мы выделим жирным. Здесь мы можем выбрать 16. Ну, хватит для письма, да? Обзор книги. Дальше. Этот текст мы убираем. Хотя можем сначала скопировать, который нам нужно вставить. И вместо этого текста вставляем нужный нам текст новый, следующего письма. И тут вот я пишу так же, а мы напишем там же. Смотрите, обзор на книгу «История мусора». Троеточие, поставим четыре даже точки, когда это последняя строка. Так, сюда мы можем внести ссылку нашей библиотеки. Почему я выбираю обычную шаблон, который я уже делала? Потому что там у меня все это уже отредактировано. Чтобы мне каждый раз не делать одну и ту же работу. Ну, вот давайте я скопирую. Переходите на наш сайт по ссылке. И даем ссылку. Но это еще не все. Ссылка неактивная получилась. Нам ее надо выделить. И вот тут есть прикрепить, вставить нашу ссылку. Отображение текста будет вот такое. А можно его заменить на название. Библиотека имени А.А. Дельвига. Заголовок «Обзор книги». Обзор книг в данном случае. Все, вставить. Вот она, видите, голубенькая стала. И когда наводишь на нее курсор, появляется полоса. Это значит, что она активная. Это гиперссылка, которая уведет нас в соседнюю вкладочку в браузере. И мы перейдем к нам на сайт. Я сейчас до конца не буду делать. Здесь вы можете что-то добавить, если есть что. Отписаться будет вот тут. Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком. И вот тут вместо этих слов ставите вот эти слова «Библиотека Дельвига». Так, это исправили. На кнопке вы даете опять-таки ссылку. Вот она. Копируем еще раз. Выделяем эту кнопочку. И вот выскакивает окошко, где нужно внести нам данные. Если здесь уже дается, а у нас она есть в скопированной ссылке, мы удаляем то, что было написано. И вставляем полностью ссылку с https.2slash.bibl20.ru Здесь можно кнопку ставить. Все люди уже знают, что такое кнопка. Это значит, перейти по ней можно. А можно по вот этим словам. Здесь что? Здесь вы пишете свои выходные данные. Кто вы? Что вы? Например, библиотека. Библиотеки тут надо поправить. Но сюда мы вставим библиотека. 20 мы добавим еще, потому что у нас есть номер в библиотеке. Вот так. Копирайт немножко. Пробел нужно поставить. И вот тут А. Здесь можете добавлять размер букв. И все вот эти данные. Но я не буду. Здесь вполне достаточно. Здесь можно добавить номер 20. Потому что у нас есть номер в библиотеке. И еще отдел детского творчества. Дальше вы можете вот так перейти, сделать перенос и добавить адрес аптекарский переулок. Город не пишу, поскольку у нас читатели все москвичи, понятное дело. И просто коротенько даю им напоминание, что мы по такому-то адресу строение 1. И еще мы можем внести телефон для связи. 8, 4, 9, 9, 2, 6, 1, 4, 1, 4, 3. Ну и e-mail. Кому как удобно с нами связаться. Пусть так и связываются. e-mail, info, собака, библ 20. Это наш сайтовский, сайтовская почта ru. bibl20.ru Все. Можете выровнять это по левому краю, как обычно делается. Ну вот так. Не сложно? Не сложно. Здесь кнопочки, в которые вы можете загрузить ваши ссылки на соцсети. У каждой кнопочки есть свой ссылка на профиль. Есть своя форма. На Facebook, на Twitter. У нас Twitter не в ходу, поэтому мы пропускаем просто в корзиночку. Так раз. Но сначала нам в Facebook нужно. Но уже поскольку я сделала, давайте я уже продолжу и уже отправлю. Вот такая у нас есть страничка на Facebook. В Facebook берем из адресной строки ссылку. Идем в конструктор и вставляем ее сюда. Так. Рядышком кликнули. Twitter убираем в помоечку. Дальше в ВКонтакте идем. У нас тоже есть ВКонтакте. Это вот старая страница. Если вы на нее попадете вдруг, то если захотите вдруг попасть, то переходите. Там есть оповещение, что мы перешли. Нас взломали. Пришлось создавать новую страницу. Так. В ВКонтакте. Ну и в YouTube. Ютубы у нас. Сейчас посмотрю. Так. Ну я нашла ссылку на наш канал ютубовский. И вот сюда я ее вставляю. Ну вот в общем-то и все. Что еще можно добавить? Инстаграм. Добавить кнопку. Вышла опять в Facebook. А нам дуй на Instagram. Вот. У нас еще есть в Instagram тоже страничка. Вот я нашла ссылку. Копирую ее. И вставляю в конструкторе SendPulse. Вот и все. Все. Все ссылочки добавлены. Все кнопочки видны. Все хорошо. Отписаться. Есть тоже уведомление. Если вы не хотите получать, можете отписаться. Далее идем. Сохранить и продолжить. Здесь, если вы что-то вспомнили, можно отредактировать, перейти опять. Можно прикрепить какой-то файл, если вам это необходимо. Это мы в бесплатной версии не используем. Здесь вы должны вписать. А, вот видите, я не вписала. Можно здесь редактировать, но нужно все-таки вернуться, чтобы наверняка вот здесь наверху маленькие буковки такие. И вставим вот этот. Давайте сначала обзор книг тогда напишем. Через тюре. Что за книга? Там будет не одна книга со ссылкой на другую страничку и другой книги, но все это по экологии. Книги для детей очень информативные, очень интересные. Вот теперь смело сохраняем, продолжаем. Там вы видели, можно было менять размеры. Давайте еще раз вернемся. Менять цвета, фон письма, если хотите. Ширина контента. Меня вполне устраивает. Вот такая, можно выбрать и больше, например, 650. Ну-ка, а еще если 700? Ну, так пусть будет. Тогда вот эту 20. Ну, достаточно хорошо. Вот так все получилось. Опять на все письмо, если перейти, можете выбрать фон определенного какого-то цвета, допустим, серенький. Но я не люблю, пусть будет белый. Я выбираю фон на праздники, когда какой-то тематический праздник, например, Новый год, на Рождество у нас проходят мероприятия, и тогда это очень красочно, с картинками. Кстати сказать, вот, я не показала, что здесь можно вставить картинку. Вот смотрите, переходим. В тело письма идем. Здесь все можно менять. Цвет кнопки другой, если хотите. Ну, мне нравится голубенький, пусть будет. Тогда мы можем здесь добавить. Вот смотрите, скопировать вот этот блок. Он у нас ушел вниз, а мы его подтянем наверх сейчас. И вот за вот этот кружочек, где стрелочки вверх-вниз, вправо-влево, тянем его, этот блок скопированный, туда, куда нам нужно. Поставим мы его перед текстом. А вот, все, вот получилось, вот так. Вот получилось, у нас две картинки одинаковые. И вот эту мы сейчас заменим. И заменим мы на обложку книг. Нам сначала скомпоновать надо. Давайте быстренько я скомпоную их и обе книжечки вставлю. Да, это работа такая скрупулезная. Все, чего-нибудь нужно доделать, переделать. Здесь какой у нас размер? Нету размера. Есть 600 на 600. А значит, 1200 на 600 где-то вот так у нас будет форма, да? На которую мы разместим две картинки. Новый, 1200, ну пусть будет 720. Кидаем сюда первую картиночку, поскольку в тексте идет о ней речь. Вот так ставим. И вторую картиночку. Вот так. Растягиваем. Вот для чего я показывала вам этот онлайн фотошоп. Чтобы вы могли такие мелкие работы проделывать прям сразу же. Так, Enter вставили. А эта у нас уже потерялась. Переходим в слой этой книги. И чтобы она выделилась, ставим галочку. Контроль трансформации. Зажимаем Shift. Если вы уже прошли курс Я блогер, то элементарно, как работать с этим онлайн фотошопом, вы знаете. Поэтому для вас это не новость. Можно немножечко так подвинуть, чтобы у нас равные полосочки были. И Enter. Enter нажали, но вот тут галочку не сняли, поэтому еще выделено. Сняли галочку. Идем в файл. Экспортировать как. Я обычно в PNG это делаю, поскольку это наилучшее качество. Обзор книг напишу, чтобы сразу найти. Подписываем всегда все. А можно даже подписывать подробнее, каких книг. Потому что все надписи считываются кодом. Вот наша новенькая обложечка, обзор книг, картиночка. Загрузили и вставили. Опа. Все, здесь можно закрыть. И можно поставить их по центру. Вот так. Смотрите. Заодно вам и показала, о каких книгах идет речь. Люди сразу видят. Симпатично. Все сделали. Вроде все. Здесь можно добавить структуру, если вы хотите еще усложнить это письмо. Ну, письмо есть письмо. Здесь все должно быть коротенько, в принципе. Сохраняем. Вот у нас уже прихедр письма появился. Можете отредактировать, а можете выбрать другой шаблон. Но это по новой все нужно заполнять. Далее. Здесь смотрим. Обычно я здесь ничего не меняю. Две галочки стоят автоматически. Страница отписки по умолчанию. Все здесь отлажено. Полная автоматизация. Категории рассылки можно поставить. А, недоступен, если более двух и более адресных книг. У нас две, да? Хорошо. И не надо. Дальше. Кликаем. Далее. Еще раз нам для проверки. Все тут нормально. А вот не все. О, смотрите-ка, я забыла поменять. Тут не Ирина Севрюгина должна быть, а библиотека Дельвига. Я же от организации посылаю. Обзор книг на YouTube. Вот так я напишу. Конкретнее. Потому что ссылка ведет на наш сайт, а на сайте встроены коды видео с YouTube. Вот так. Вот теперь все нормально. Далее. Проверяем. Здесь все нормально. Далее. Отправить немедленно. Если мы хотим отправить с опозданием или с другими числами, или мы хотим создать воронку, то есть отправить сегодня, через время, через время, напоминание, то для этого нам нужно перейти на платный тариф. 767 рублей в месяц. Цифра немаленькая для начинающих, поэтому отправляем по разовой рассылке. Можем потом вернуться к этому шаблону и отправить еще раз. Он подгружается. И сейчас нам такое вот наше письмо. Идет копирование адресов. Пока я вам покажу, здесь можно пуш-уведомления настроить, можно встраивать коды. И есть вкладка даже чат-боты создавать. Здесь предлагается чат-бот в Фейсбуке и ВКонтакте, по-моему. Ну-ка перезагрузим получение статуса. Опа, вот она. Ура, рассылка создана! Все, хоккей. Теперь давайте посмотрим, что во вкладке сайта у нас. Конструктор для создания лендингов. Ребята, представляете, что можно создать с помощью конструктора лендинга? Можно даже это. Это они недавно добавили. За 15 минут и все, лендинг готов. Ну-ка посмотрю. Мини-лендинг для мобильных устройств. И полноценный сайт. Скоро появится. Да, вот это их новшество. Здорово. ЦРМ посмотрим. Работайте с заказами, ускоряйте сделки какие-то с клиентами. Это все я буду изучать. Если вам интересно, то пишите в комментариях, пишите мне в личку. Разберем все подробнее. Вот чат-бот в Фейсбук, чат-бот в Телеграм создается, Ватсап, Инстаграм и ВКонтакте. Вот так. Чат-бот мы разобрали ВКонтакте, как через Сендлер делать, а можно и через Сентпульс. Ну и Пуш, как я сказала, это вот такие вот окошечки выскакивают. Можно в мобильнике их настроить, можно в компьютере добавить новые. Вот такие будут выскакивать окошечки о всяких наших предложениях. Вот сколько здесь возможностей. Вот авторассылку можно создать. Сначала создать авторассылку, кнопочка «Создаем». И потом она тоже в виде чат-бота получится. И потом в чат-ботах запустить во всех сервисах. Супер. Форма подписки. Вот еще отличный инструмент. У меня их две. Что это значит? Ну это для более продвинутых, у кого есть сайт. На сайте можно здесь создать форму подписки, а на сайте разместить. Например, как на моем сайте, севрюгинаирина.ру. Вот на моем сайте, в правой колоночке меню, есть вот такая форма. Человек оставляет свой имейл, имя и подписывается. Сент-Пульс приходит этот адрес и попадает в адресную книгу. Вот так, вот сюда. На этом мы закончили с вами курс «Микровизнес ВКонтакте». И как бонус я вам еще дала и Сент-Пульс сервис рассылок. До новых встреч. Выбирайте новые курсы. Пишите, какие бы вы хотели рассмотреть новые возможности интернета. На этом пока все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok